Дердко, уверенно, смело и логично здесь на открытом воздухе молодежь Южно-Казахстанской области рассуждает о будущем Казахстана в целом. Кто-то из них спорит, другие думают, а кто-то просто планирует. Организаторы дали основу, дали направление, всплотили, ну а дальше дело техники. Какая? Давайте в этом разберемся. Студент третьего курса, Сама Тахмедов, в будущем мечтает стать госслужащим. Молодой человек настойчиво идет к своей цели. Узнав о проведении молодежного форума, он решил принять в нем участие, набраться опыта и поделиться своими идеями. Нас, можно сказать, сближают с государством. Это очень полезная программа, по моему мнению. Потому что, ну, полезные знакомства многие приобрели. Я, например, познакомился с многими активистами с университетов, с разных организаций. Также были семинары и тренинги, которые развивали в нас хорошие, лучшие качества. Более 200 молодых активистов со всего региона на форуме предлагают свои идеи будущего устройства Казахстана. Мастера, в свою очередь, работают с молодежью, указывая правильное русло. На тренинге по бизнес-проектированию участники проявляют себя более активно. Мы им объясняли, как поступить на государственную службу, принципы работы на государственную службу, какие преимущества, какие есть свои рабочие моменты, где нужно. И самая главная наша была цель направить молодежь в правильное направление, чтобы они по специальности кто-то хочет работать. Я не могу сказать, что все, которые здесь находятся, прямиком побегут и поступят на государственную службу. Но мы им объяснили, в принципе, меритократии, как это будет получаться, поэтапно растить, что бонусная система будет внедряться на государственной службе, что зарплата будет повышаться, оценивать будет работу государственного служащего реально по определенному кипяю. С самого начала форума молодые активисты ждали главного мастера и тренера. Тема важная – как работать управленцем на госслужбе. Рассказывает об этом Аким области Бейбута Тамкулов. Ребята слушают тренера особенно внимательно. На государственной службе мы надеемся, что количество молодых у нас будет увеличено. Я бы хотел этого, потому что молодость, энергия, новые видения, они приносят, наверное, свои результаты. Конечно, на сегодняшний день государственный служащий должен быть очень большим универсалом. То есть ему приходится работать и в сфере социальной занятости, вопросы решать жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства. Поэтому, когда к нам молодые люди приходят с дипломом, например, экономиста или юриста, через какое-то время, через лет пять, он уже может быть прекрасным строителем, то есть управленцем, иметь опыт в менеджменте в строительстве, в ЖКХ, или же быть специалистом во внутренней политике. Золотой резерв Казахстана пополняется каждый год. Это будущие управленцы, Акимы, руководители различных госструктур. Те, на ком лежит большая ответственность. Служить народу, служить так, чтобы быть примером для других, служить так, чтобы наша страна была в лидерах, служить так, чтобы каждый из нас был счастлив и гордо говорил «Я из Казахстана».